Всероссийскую проверочную работу в некоторых школах страны придется перенести. Такая новость промелькнула на нескольких региональных сайтах, например, на Байкал-Дели. В соцсетях россияне начали гадать о возможных причинах такого решения. И почти сразу же выдвинули вердикт из-за нехватки бумаги. Но распространение такой версии вовремя остановили. Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения. По словам властей, экзамены пройдут в установленный срок. Но локальный дефицит бумаги все же отрицать не стали. Однако заверили, что проблему устранят в ближайшее время. Так что школьникам придется заняться подготовкой к экзаменам в ближайшее время. На полках в магазинах могут пропасть молоко и соки в тетропаках. Публикации о нехватке тары для этих товаров разлетелись по всему интернету. О том, что у ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками, писали в том числе и федеральные СМИ. Однако газета АРУ опубликовала опровержение, правда, сославшись на РБК. По словам издания, ритейлеры заверили, никаких проблем с поставками не возникает. Кроме того, они ведут активные поиски альтернативы упаковкам. Замглавы экономического комитета Совета Российской Федерации Иван Абрамов в свою очередь заявил, что России следует локализовать производство своей упаковки. Таким образом, по его мнению, можно будет избежать зависимости от поставщиков из Азии. В скором времени в России исчезнут жизненно необходимые препараты. Такая информация появилась сразу в нескольких публикациях, пишет Метро. Якобы европейские фармакологические компании прекращают поставки, а запасов хватит максимум на полгода. Однако такая новость тоже оказалась фейком. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, поставки жизненно необходимых лекарств обеспечиваются полностью. Это подтверждают и зарубежные компании. Производители продолжают работу, и скачков цен на лекарства нет.